Ну и теперь мы переносимся. Когда Светлана говорила о объектах недорогих, мы говорили о том, что Черногория дешевле соседних стран. Не всех соседних стран она дешевле. Ну и смотря, что называть соседними странами. Есть, например, у нас замечательная Болгария, которую представляет Анатолий Генов из компании «Болгария Дом». Анатолий, здравствуйте, подсоединяйтесь к нам стабильно. Добрый день. Меня слышно? Все, да, видно, слышно, отлично. Перед тем, как через несколько секунд начнем с вами, я попрошу, во-первых, коллег наших из Черногории, надеюсь, они отключились, но ушли не очень далеко, и, соответственно, чтобы они в чате просто ответили на вот те вопросы, которые продолжают поступать. Пожалуйста, продолжайте отвечать. Еще одну секунду, Анатолий, отниму. Да, 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 я подожду. Хочу еще проанонсировать один наш вебинар, который будет у нас на этой неделе, а этот вебинар у нас будет аж в четверг, то есть послезавтра. Мы будем говорить о недвижимости Мальты с компанией «Мигрант Инвест». Мы общались, ну, Мальта изначально воспринимается как страна, куда можно переехать и для чего надо приобрести недвижимость, но поговорим, зайдем с другой стороны, то есть поговорим именно о ценах, о доходности, о ликвидности мальтийской недвижимости. Анатолий, еще раз рад вас приветствовать. Добрый день, Филипп, и все зрители, которые присоединились к нам. Добрый день, солнечной Болгарии. Буду рад ответить. Да, значит, вопросы задавайте, вопросов будет, безусловно, много. Предполагаем. Да, Болгария интересуется у нас по-прежнему в топе, в топе, в топе, причем как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Вот, общались с вашими коллегами на протяжении последних двух месяцев, и из Болгарии из первой поступили сигналы о желании продать. То есть вот, если часть рынка просто действительно замерла, и как бы продавцы были не очень активны, то как раз, ну, может быть, потому что в Болгарии большое количество русскоязычных владельцев, соответственно, русскоязычных продавцов потенциальных, запросы были всегда. Да, и это, правда, не совсем тенденция этого года. Вот вы замечаете, что пошел спрос на продать? Что касается нашей компании, то есть мы не замечаем большого прямо срыва и людей, что прям очень большой поток желающих продать. Естественно, всегда люди часть продавала, часть покупала, но сейчас такой волны мы не замечаем. Да, есть определенные волнения у людей, желающих быстренько продать, но вот шквал предложений, ну, по крайней мере, мы сейчас не видим, не замечаем. То есть это, в принципе, почти ровный спрос и ровное предложение по продаже, и таких прям шквалов мы не замечаем. Окей, тогда протектирую еще одну новость, сейчас где-то она была. А, провели опрос Европейский фонд в сфере улучшения условий жизни и труда. Провел он этот опрос в середине мая. В Европе опросили более, почти 100 тысяч человек. Опрашивали людей, граждан страны по поводу того, вот как изменилось их финансовое положение за последние два месяца. Вот россиян не опрашивали, думал, было бы, ух, интересно почитать. Но болгары, 60% болгар сказали, что финансовое положение пострадало. И по этому показателю Болгария оказалась на первом месте в Европе. 60% граждан Болгарии сказали о том, что так или иначе изменилось. Не то, что оно плохое стало, но ухудшилось. Ваши ощущения? Это целый блок вопросов, которые можно объединить в один. Насколько болгарский покупатель будет сейчас играть основную роль? И насколько он уже продавец и покупатель играть роль в болгарском ценообразовании? Вы знаете, конечно, данная ситуация не может остаться незамеченной, не может не ударить по карману болгар. То есть, потому что большинство компаний приостановило деятельность на этот период коронавируса. У кого-то вообще упали продажи, кто-то был вынужден закрыться. Такие отрасли, как рестораны, отели и так далее, это все было закрыто. И, соответственно, доходы упали. Что касается спроса с болгарской стороны, именно мы замечаем, наоборот, увеличение спроса с болгарской стороны. Скажу почему. Потому что из-за коронавируса очень большая часть болгар, которая работала за границей, сейчас на данный момент просто вернулась в Болгарию и начинает рассматривать вариант для летнего отдыха. То есть, мы сейчас замечаем, что это люди, работающие в Германии, работающие в Италии, в Испании, в других странах, они проявляют сейчас интерес к инвестированию, к такой недвижимости. Речь идет именно о объектах сугубо курортных или, в общем, по большому счету, они согласны и 5-10 километров от моря что-то рассмотреть? В основном хотят рассмотреть максимально близко к морю. То есть, это первая линия, либо это шаговая доступность. То есть, если рассматривается уже 5-10 километров, это, как правило, дома. Либо таунхаусы, либо дома. Их, в принципе, мало на первых линиях. То есть, там в основном, конечно, это отели, либо же комплексы. Ну, смотрите, болгарский покупатель, он такой, ну, как и часто местный покупатель, он рынок знает глубже или считает, что знает его глубже. Он, соответственно, требовательный, он такой капризный. Можно ли сказать, что тенденция последних лет, когда болгары стали активно покупать, собственно, у себя, когда стали выдавать кредиты на недвижимость морскую. В общем, состояние собственников усложнило, потому что продать по какой-то такой более интересной цене стало сложнее. Сейчас это вообще сложно. Конечно, сейчас это сложнее. По ряду причин, конечно. У нас есть случаи, и они сейчас продолжаются, когда у нас есть заявки, и болгары предлагают сразу цену в таких невероятных скидках, думая, что рынок упал, а рынка нет. И это скидки 50 и выше процентов. Конечно, таких скидок просто не бывает на объекты с рыночной ценой, конечно. Если завышенная цена, то там можно и говорить о более больших скидках. Но если это цена рыночная, о таких скидках 50% говорить и не приходится. Но, конечно, вы правы, что болгары – это местное население, они достаточно знают хорошо рынок, достаточно, то есть могут в рамках дня приехать, уехать, вернуться, посмотреть и так далее. Но очень много сейчас запросов, что касается больших городов – это София, Ловдиев, Старозагора. Это вот как бы три города, которых максимально сейчас покупают на болгарском побережье. То есть можно ли сказать, что покупатели ожидали, что сейчас будет рынок покупателя, что сейчас им что-то выкатят, но по большому счету в том объеме, в котором происходят эти ожидания, ничего не происходит. То есть есть какие-то отдельные предложения, но о массовом говорить не приходится, о массовых распродажах тем более. Да, Филипп, все правильно. То есть ожидание, скажем так, было очень большое, что будет очень большое падение из-за коронавируса. Сейчас все рынутся продавать. В России и в других странах русскоговорящих ситуация плохая, никто не сможет приехать. Соответственно, люди предположили, что сейчас будет очень большой балл цен, и сейчас выжидают, скажем так, что цены пойдут вниз. Но, к сожалению, и к счастью для нас такого не происходит, потому что цены уже и так достаточно низкие. Я думаю, что падать уже просто некуда. Давайте поговорим о классике. Не будем брать святой класс, а возьмем, например, солнечный берег, безусловную единицу. Мы конкретные примеры с вами, безусловно, только покажем. Ну, вот, предположим, студия на солнечном берегу. Давайте не рассматривать варианты первой линии. Ну, то есть, понятно, что в первой линии там, по сути, все гостиницы на солнечном берегу. Ну, там вот за вот этой старой дорогой, да? Дорогой, да, да. За старой дорогой там, где, собственно, вот идут комплексы. Начинают массовое строительство еще в 2000-х годах. Студия. За сколько? Вот давайте диапазон цен в зависимости от аппетита продавцов и ее качества. Еще раз, мы не берем, вот, вычеркнуть 10% самых дешевых предложений, 10% самых дорогих. Какой бы диапазон вы наметили? Ну, студия диапазон – это от 13500 до 20. Опять же, все зависит от квадратуры, зависит от комплекса, от качества и так далее. Но диапазон – это вот от 13500 до 20000 – это сейчас студии, которые ищут, которые предлагают, которые реально купить, то есть, то, что говорят живые студии, которые можно уже купить. Это все предложения не убитые, в том смысле, что приезжай и живи? Да, это в основном, в основной своей массе, это уже хорошие предложения, то есть, в хороших комплексах, не убитые. Если говорить об убитых, это еще ниже можно ценные и найти. Но это, что касается нормальных вариантов, куда можно зайти, спокойно приехать с семьей и проживать отлично, то есть, без никаких проблем. Окей, давайте теперь поговорим, ну, пропустим однокомнатные квартиры, то есть, квартиры одной спальни, и поговорим о квартирах с двумя спальнями, то есть, те, которые, ну, там, просто все, что выше, это уже редкость такая совсем. Да, да. А вот все-таки с двумя спальнями, вот что это такое? С двумя спальнями, здесь, опять же, надо говорить о квадратуре, то есть, о площади. Есть и более маленькие квадратуры начинаются, есть трехкомнатные начинаются от 60 квадратов, и там уже и до 100 с чем-то. Что касается цен, в рамках, вот, если Солнечного берега говорить, это цены от 27, 28, 29 тысяч и уже выше. То есть, сейчас это основная часть, это около 30, там, 35 тысяч, это что касается бюджета по трехкомнатной квартире. Но это мы говорим сейчас про вторичку. Это мы говорим, да, да, это мы говорим про вторичную недвижимость, то есть, уже которая построена, которая введена в эксплуатацию, и которой можно уже завтра, если после покупки, уже начинать пользоваться. Есть такое мнение, что, ну, и, собственно, сам я бывал в разных совершенно болгарских комплексах, чего греха таить, в 2000-е годы строили очень по-разному. И качество строительства, не то, что оно было там поголовно плохим, но были примеры, когда комплекс через 3-4, тем более через 10 лет требует некой модернизации, или, по крайней мере, конкретная квартира требует обновления. Вот в какой степени сейчас вы видите эту тенденцию, что зависимость цены от качества объекта, то есть объект амортизируется, 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 и в результате вот то, что было построено 6-7 лет назад, сейчас не сильно подорожало или вообще не подорожало, просто потому что вложиться еще надо. Конечно, качество очень разное. То есть, если мы возьмем 2006-2008 строительство года, конечно, качество хромало тогда. Не у всех, опять же, не все комплексы, но часть комплексов, скажем откровенно, хромало качество. Но как раз при вторичной недвижимости мы это можем видеть, что говорится, своими глазами. То есть комплекс уже виден, он показывает, где стены, какие стены, какой подъезд, то есть какая территория и так далее. Все это видно уже по самому комплексу, и в этом-то как раз и заключается интерес вторичной недвижимости, вы можете посмотреть уже, в каком сейчас это находится, в какой ситуации сейчас это все. Что касается цен, конечно же, цены при покупке 2006-2008 года, они упали. Ну, просто тогда рынок был один, сейчас он совсем другой. Поэтому, в принципе, и такие цены, и такая разница. Окей, давайте я ответим на вопрос, он для меня несколько неожиданный, надеюсь, для вас он таковым не будет. Один из наших зрителей спрашивает о возможности обмена. Ну, видимо, у него есть какой-то объект в Литве, его интересует объект в Болгарии, или вообще обмен как таковой. Ну, я попрошу вас ответить, если даже у вас, например, такой услуги нет, глобально, насколько это вообще реально интересно, о чем можно говорить? Ну, глобально говорить об обмене Литвы на Болгарию, это на самом деле тяжело. То есть, должен совпать две стороны, то есть, продавец и покупатель с одной и той же целью. То есть, один должен хотеть купить Литве, второй хотеть купить Болгарии. Ну, и, соответственно, две стороны должны обменяться. Но, как правило, в 99,9% мой совет сначала продать в Литве, потом, соответственно, после получения денег вы уже сможете рассчитывать на покупку в Болгарии, и только такой вариант. То есть, это будет как минимум быстрее и, возможно, эффективнее? Да, конечно, конечно. То есть, если ждать обмена, как такового, можно ждать очень долго. Окей, давайте поговорим теперь о конкретных примерах, которые вы, Анатолий, подготовили к нашей встрече. Это у нас Черногория, а нам нужна Болгария. А вот у нас и Болгария. Квартира в Поморье. Пожалуйста, в двух словах, что это такое? Да, в двух словах, значит, это закрытый комплекс. Комплекс расположен буквально в 100 метрах от моря. Что интересно, в данном комплексе он расположен в очень зеленом районе, то есть, там даже можно на фотографиях видно хвойный лес рядом, и фактически нет комплексов поблизости. То есть, там рядом есть пятизвездочный отель, и, соответственно, его пляж, который достаточно хороший, достаточно широкий. Что можно по данной квартире сказать? То есть, квартира сейчас выставлена на продажу. Вот фотографии есть. Можно посмотреть, что с отделкой под ключ. Плюс еще есть установленная мебель кухонная. И, соответственно, санузел полностью сдан под ключ, кондиционер стоит. Фактически за эту сумму можно получить новый объект, как от строителя, но за цену бэушной, скажем так, квартиры, вторичной. Достаточно хорошая площадь, 60 квадратов, хороший балкон с выходом на зелень. И цена сейчас достаточно демократичная. То есть, 29 900 – это почти 30 тысяч евро. Ранее, такие квартиры, если мы берем 3-4 месяца назад, продажи были около 35 до 40 тысяч евро. Но это единичный случай? То есть, говорить об этом массово тяжело? Массово, да. Массово тяжело. Есть предложение. Да, есть предложение. То есть, это конкретное предложение. Надо понимать, конечно, что вторичная недвижимость, как правило, это каждый квартир, есть собственник, у которого есть одна, ну, максимум 2-3 квартиры. То есть, это случаи уже индивидуального порядка, то есть, и уже обсуждаются и так далее. На всякий случай, просто в конкретном примере, просто продавец, если не секрет, откуда он? Да, продавец является гражданином России, покупали они с целью инвестиций, сейчас вот решили продать, то есть, цена была немного выше, то есть, около 40 тысяч была цена, но так как человек захотел продать побыстрее, мы рекомендовали данную цену, что в данной ситуации можно быстрее реализовать объект. Ну, то есть, вот это как раз, я правильно понимаю, что вот этот вот комплекс, о котором речь идет, может, тут написано у вас было, а год постройки комплекса, вот это как раз те истории из 2000 или что? Да, этот комплекс построен в 2006-2007 год, то есть, тогда уже... Самый топ, самый топ-пинят. Да, да, это был просто самый топ, самый бум, то есть, когда было строительство просто на максимальном уровне, то есть, тогда и был построен. И, соответственно, кстати, вот раз вы сказали, что человек покупал с инвестиционными целями, в общем, можно сказать, что как инвестиционный объект он себя, по большому счету, не слишком оправдал, если не считать разницу курсовую? Ну, надо, да, да, надо понимать, что если не считать курсовую разницу, конечно. А он сдавался? Вот он сдавался в аренду? Его пытались сдать в аренду? Нет, объект не сдавался, в принципе, цели такой у них под сдачу не было. Конечно, для сдачи нужно было уже дальше домебелировать квартиру, потому что она сейчас без всемякой мебели, без оборудованной спального, то есть, она сейчас сугубо для инвестиции. Окей, давайте посмотрим второй объект, который у нас есть, вот он у нас. Квартира на Солнечном берегу, ну и тут я как раз, даже вот, если я правильно понимаю, это вот... Да, это Holiday Ford Club, достаточно большой, достаточно известный комплекс, их рядом три больших комплекса одного и того же застройщика. Прости, я... Очень хороший комплекс для семей с детьми, почему? Потому что закрытая большая территория, девять бассейнов, очень много мест для развлечений, всевозможных площадок, теннисный корт. Рядом через дорогу вы, может, знаете, если вы там были, вы знаете, что там есть и аквапарк рядышком. Ну, там море там, да. Уточню, я-то точно был в этом комплексе, я даже жил. Единственное, что у меня в памяти застряло слово Ford, а я просто помню, что их там было несколько, вот, может быть, как раз в Гольф я и не жил, потому что вот этот последний, или они все три одновременно? Это как раз, который посередине, то есть идет Несебр, Холидей и Орхидея. Вот этот комплекс как раз посередине, между двумя, то есть можно сказать, что... Они ничем не отличаются один от другого? Нет, есть небольшие отличия. Допустим, даже сейчас Несебр Форд его полностью реставрировали, то есть если мы говорим с вами о вторичной недвижимости и поддержании его как здания, и, соответственно, амортизации, то можно сказать, что вот именно данная управляющая компания достаточно хорошо следит за своими комплексами. И вот первый Несебр Форд Клаб то ли 5-го, то ли 6-го года постройки в прошлом году он был полностью перекрашен, полностью реновирован, и сейчас он выглядит как просто новенький комплекс, то есть нельзя сказать, что ему там более 15 лет. Кстати, если мне память не изменяет, я вот именно в этом комплексе, ну, в одном из этих комплексов в начале июня, и там народу практически не было никого. Сейчас они, кстати, все пустуют, сейчас там никого нет, они закрыты, или кто-то может там находиться? Нет, сейчас там находятся люди, то есть те, кто предпочел покупку для постоянного проживания, такие есть люди. Почему именно там некоторые предпочитают? Потому что там буквально через дорогу есть круглогодичный супермаркет ММ, который достаточно большой, работает круглый год, и достаточно большая территория. Но надо понимать, что этот комплекс больше подходит, то есть не сдается так, как отель. В основном это больше для своего приезда, для своего отдыха, и это все-таки апартаменты. Поэтому там как таковых людей очень большого количества нельзя увидеть. Ну, то есть это, на самом деле, это как раз пример такой долгосрочной, но сезонной аренды. То есть вот туда отправить семью нам на 2-3 месяца, милое дело, особенно там вот то, что я видел, вот это как раз пример для ребят, для семей с маленькими детьми, потому что территория действительно большая, там нет ничего VIP, насколько я понимаю, такой совсем скромный вариант, там, да, ну, кухня есть, есть так далее. Да, Филипп, это абсолютно правильно, то есть комплекс более эконом-класса, но отлично подойдет для полностью, вот для долгосрочной либо аренды, либо своего проживания, то есть отличный комплекс, в чем плюсы? Закрытая территория, дети, как правило, там знакомятся между собой и становятся как маленький лагерь в большом комплексе, можно сказать так. Ага, во-первых, коллеги, увидел все вопросы, сейчас обязательно задам, вот 64 квадратных метра, может быть, я не услышал или вы не сказали, а она сколько, двухкомнатная одна? Нет, это трехкомнатная квартира, там есть, да, она 64 квадрата с общими частями, там получается сейчас, что есть одна оборудована полностью под спальню, вторая комната оборудована под, можно сказать, большую гостиную, либо такую одну комнату, но в которой есть диван раздвигающийся и два кресла. Также еще гостиная маленькая, но она больше как кухня, то есть уже там с кухней, со столом, ну достаточно, она небольшая, но все равно это трехкомнатная квартира, где есть два отдельных помещения для спанья. Вопрос от наших зрителей, по сути, одинаковый, от Андрея из Фейсбука, и вот Ирина задала его участников, по таксоподдержке и содержанию квартиры, как бы вы оценили, по второму примеру, а потом по первому. Таксоподдержки здесь, если мы говорим про Holiday Ford, это 10 евро за квадратный метр, таксоподдержки в Поморье, сейчас я точно посмотрю, 8 евро за квадрат. 8 евро за квадрат, это та сумма, которую ежегодно в компании вне зависимости от этого, эксплуатировали в эту квартиру или нет? Абсолютно верно, то есть это вне зависимости от эксплуатации, то есть вы должны будете оплатить в Поморье 8 евро, а в Holiday 10 евро за квадратный метр. Окей, хорошо, а скажите тогда, ну понятно, что расходы на электричество, на воду, они везде индивидуальные, но тем не менее, ну некий порядок там, на что можно ориентироваться, давайте там три месяца или два месяца человек прожил в июле-августе, и так более-менее активно пользовался водой, светом и так далее. Среднее потребление, это из, опять же, слов наших клиентов всех, в пределах 30 до 50 евро, это включая и свет, и воду. То есть, конечно, все очень зависит индивидуально от потребления каждой семьи, опять же, количество, кто-то любит кондиционер, кто-то не любит, опять же, на юг это смотрит, квартира на восток, на север, и от этого уже и потребление. Ну, среднее, от 30 до 50 евро в месяц, это можно рассчитывать спокойно, без каких-либо экономий, без... Окей, ну то есть, еще раз, 10 евро с квадратного метра в год. Да, с квадратного метра в год. Пустим, соответственно, это такса поддержки ежегодно, ну то есть, во втором случае, там, 640 евро в уплате. Да, все правильно, 640 евро. И плюс, там, 30-50 евро в активный проживательный метр в месяц платим за уже... За свет и воду, да. За свет и воду. Ну и тогда вопрос, наверное, уже один из завершающих. Что по ипотеке в Болгарии, насколько сейчас это можно, и насколько вот такие примеры можно, и, главное, стоит ли? По ипотеке, конечно, сейчас с данной ситуацией в мире банки уже смотрят на ипотеку и, в принципе, на выдачу самих кредитов уже более строго. Если взять ситуацию до всей этой ситуации, кредиты, особенно для болгарских граждан, выдавались без никаких проблем и под достаточно низкие проценты. То есть мы говорим о процентах, там, около 2,9% до 3% выдавалось кредит. На данную, именно если мы говорим, что о данной недвижимости, здесь уже надо смотреть о претенденте на данный кредит и, соответственно, его историю, его кредитную историю, как и уже все будет зависеть от самого банка, можно сказать, даже и от, иногда и от служащего, потому что, ну, есть человеческий фактор. Окей. Ну и тогда ваш прогноз, давайте уже даже, может быть, не профессиональный, а скорее вот человеческий текущий сезон, но для вас, как для человека, который там живет, который это вместо любит и так далее, как сейчас все будет происходить? То есть насколько вы ожидаете по факту активность, тем более, что, ну, границы, слава богу, постепенно начинают открывать. Не все, не для всех, но для частично вашей аудитории все-таки тоже. Как и все будет сейчас? Я, несмотря на все это, остаюсь оптимизмом. То есть сезон будет. Вопрос, когда он будет? То есть из того, что сейчас есть, из полетов. Россия начинает полеты с 1 июня, я думаю, что тогда приедут первые российские туристы. Туристы, это будет либо организованный, либо неорганизованный туризм. И с 15-16 чисел уже июня начинаются полеты и с Европы. То есть если мы говорим о бургарском аэропорте, то есть это с 15-16 уже будут выполняться рейсы с Европы. Сейчас на данный момент, конечно, большая часть туристов, которые будут, это будут болгары. Также надо и понимать, что с 1 июня открываются границы между четырьмя странами. То есть мы берем это Румыния, Сербия и Греция и Болгария. То есть эти четыре страны, у них есть соглашение, что с 1 июня открываются полностью границы и не будет никаких карантинных мер. То есть как они были сейчас. То есть, соответственно, часть болгарского населения может уехать и в Сербию, и в Грецию, и в Румынию. Но мы ожидаем также большой поток и румынских туристов. Они, как правило... Я сразу просто, Анатолий, хочу сказать. Вы сказали о неких рейсах из России, почему-то назвали 1 июня. Вот честно скажу, у меня такой информации нет. Более того, до 1 июля, говорят, точно ничего не будет. Ну, я вчера смотрел данные бургарского аэропорта. Заявленные рейсы есть. А, интересно. Это интересно, но давайте будем узнавать. Да, я скину вам ссылку. То есть, это не... Скорее всего, это чартерный полет, потому что это не был ни Аэрофлот, ни Севен. Честно, сейчас я вам не припомню точно компанию, но они есть. То есть, они, по крайней мере, заявлены в аэропорт Бургас. Давайте сделаем так. Вы об этом тоже разузнаете, и мы, когда будем публиковать там в ближайшие дни материал, обязательно дополнение про это сделаем, чтобы было понятно, от чего и как есть. Да, да. И тогда завершающий вопрос. Контакты компании с Болгарский дом перед вами. Болгария дом перед вами. Вопрос про кредиты для нерезидентов. Как они сейчас происходят? Для нерезидентов, конечно, скорее всего, вы не сможете рассчитывать на такой низкий процент, потому что просто для банка вы более рисковый, скажем так, клиент. Кредит, как правило, это 3,9-4 процента. Но это все, опять же, рассматривается в индивидуальном случае, и это уже надо посмотреть по документам, по доходам, что вы можете предоставить, какие справки и так далее. И, конечно же, уже говорить по определенной квартире, потому что кредит здесь болгарский банк выдает под определенную квартиру. То есть он не выдает просто под покупку какой-либо недвижимости, а под определенный объект, под определенным идентификатором. То есть и уже рассматривается случай индивидуально. Отлично. Ну что ж, Анатолий Генов, компания Болгария дом из солнечной Болгарии, которая может быть в ближайшее время и для нас уже откроет границу. То есть не для нас она уже точно известна, когда откроет, а вот для россиян, для украинцев, надеемся, тоже в ближайшее время границы будут открыты. Анатолий, спасибо вам огромное. Спасибо и вам большое. Всех опять приглашаю в Болгарию. Приезжайте, будем рады вас видеть. Как только границы откроют, гостеприимная солнечная Болгария ждет вас. Отлично. Обращайтесь. Спасибо огромное. Да, всего хорошего. До свидания.